Добрый день, мои друзья! Сегодня я жарю картошку. Вначале я картошку на сковороду с антипригарным покрытием. Наливаю вначале растительное масло подсолнечное, потом картошку. Чуть-чуть обжариваю ее минут 5, потом добавляю морковь. Одна у меня морковина, картош у меня 4. Вот на эту сковороду уходит 4 картошины. Так, теперь можно... Да, еще я добавила вот здесь, вот видите, у меня зелененькая. Это крапива. Крапива у нас вообще, маска уже сейчас огромная. То есть уже апрельская крапива хорошая. Ну, начало мая можно. Еще черешки я отрезаю. Только листики. Теперь можно добавлять лук. Чеснок, кстати, я уже добавила. Где-то 3 зубчика чеснока. Лук. Я, значит, вот целую луковицу добавляю. Причем порезанную крупно я люблю так. Если я для детей готовлю, то тогда да, мелко-мелко режу. А так для взрослых я люблю, чтобы крупно. Теперь можно добавить перец. Вот у меня его тут чуть-чуть. Соль. Соль, значит, у меня вот в таком вот. Два вот таких вот. Две таких вот ложечки. Соль у меня хорошая, морская, экстра, мелкая. Все. Теперь можно или так жарить. Значит, сколько я уже минут 10 я, наверное, жарю. Каждые 5 минут переворачиваю. Можно вот таким образом, но она уже не получается. Вначале я две картошки пожарила, и у меня получалось, что я их перекидывала. Вот. А тут у меня много сразу порций. Вот. Что еще? Тут где-то 4 порции. Можно добавить воды немного кипяченой. И накрыть крышкой. Можно так пожарить. Это уже по желанию. Смотрите сами. Если хотите, чтобы получилось тушеное, то, значит, добавьте немного воды. Ну и все, мои друзья. А здесь у меня кофе. Кофе я люблю холодный, черный. Без молока. Да, еще эту картошку можно со сметаной. Я люблю со сметаной. Можно добавить, в принципе, в сковороду потушить со сметаной. Где-то ложки две. Сметаной. Может быть, я сейчас так и сделаю. У меня сметана. Сметана 20-процентная. В общем, посмотрю я. Значит, смотрите. Я уже 15 минут жарю. Еще можно минут 15. Ну, я так люблю. А вообще можно 20 минут и готово. На сильном-сильном огне. Вот у меня самый сильный огонь. Какой можно только сделать. У меня вообще плита очень старая. И тут только одна конфорка работает. Эти конфорки, где самый сильный огонь, они не работают. А здесь вот такой он средненький огонь. Поэтому получается где-то минут 20-30. Это в зависимости от того, какой сорт картошки. У меня, видите, она какая-то немножко желтоватая. Ну, я в Москве. Нахожусь, не знаю, какой сорт картошки. Я не сама покупала. Кодукты я не покупаю. Я их просто беру из холодильника. Вот. Вот этого не могу вам сказать, что за сорт картошки. Ну, какая-то она, знаете, такая египетская, наверное, скорее всего. Потому что тут в Москве вряд ли она прямо осталась вот с прошлого урожая. Нет, скорее всего, египетская. Ну, урожая, картошка. Не молодая, но и не старая. Не прошлогодняя. Потому что сегодня 1 мая. Всех, мои друзья, поздравляю с 1 мая. Желаю всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. До новых встреч на моем канале. На моем канале видео выходит каждый день. Пока канал мало у меня развивается. Поэтому, друзья мои, ставьте лайки. Вам это не трудно. А я буду готовить дальше уже более такие изысканные блюда. Сейчас просто, ну, нет никакой мотивации. Нет никакой монетизации, ничего. Просто чисто для себя записываю вот эти видео и все. Никто не хочет на меня подписываться. Если будут хорошие подписки, естественно, буду делать хорошее видео. Сейчас пока нет такой возможности. Сама я из Воронежа, приехала в Москву. Пенсия, поэтому у меня 12 тысяч по воронежским ценам. Для меня, конечно, сложновато, что за такое вам готовить из дорогостоящих продуктов. И потом я, конечно, не повар, не училась на повара. Единственное, только курсы заканчивала кулинарией. Это было очень-очень давно, в 80-м году. Я закончила школу и пошла на курс кулинарии. Нет, я параллельно училась в институте и ходила вечером на курсы кулинарии. У нас там в военном клуб военных там. Сейчас не могу сказать. Даже забыла, как это давно уже в Москве. Забыла, что у нас там находится в Воронеже на проспекте революции. Сейчас это большая дворянская улица. Там находился военный клуб какой-то военный. Ну, если кто из Воронеже, подскажите мне, как это называется. На проспекте революции. В начале проспекте революции, как это называется, военные. Там еще танцы были. Клуб Кому за 30. И вот там в этом клубе Кому за 30 там учили. Макраме учили, вязание учили. Ну, почему я училась там ходила. Но по тем временам это было не очень-то дорого. Ну, что, мои друзья. Думаю, что заканчиваю я свое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Пишите отрицательные комментарии. Всех я все прочитываю. Все это самое смотрю. Все пожелания ваши исполняю. Все ваши какие-то критику тоже беру во внимание. Что еще хочу сказать. Делитесь моими видео в соцсетях. Мои видео выходят каждый день. Если вы хотите чисто кулинарное, то у меня есть плейслист. Там можете посмотреть. Зайти на мой плейслист. Там кулинария, чисто рецепты от Танюши. Всего вам доброго. Всем здоровья. Здоровья еще раз здоровья. До новых встреч на моем канале.